добрый вечер дорогие друзья приветствую вас сегодняшнем вечернем эфире исцеления я брат максим притянки служитель приглашаю вас сегодня вечернем окружению вечерней молитве за укрепление за исцеление за утверждение в царстве божьем поэтому друзья если вы ищете вот если вы познаете его слово и слова искать бога не означает что он где-то далеко слово искать господа означает познавать его размышлять и открывать его видеть его славу желать и стремиться как поэтому друзья приглашаю вас слава господу присоединяйтесь спасибо вам за ваше участие отец мы благодарим тебя за ту славу которую ты приготовил для нас мы благодарим тебя за твое величие могущество любовь я благодарю господа со всеми святыми за то что открыл нам небеса тоже его мило всегда пребывает вместе с нами благодарим тебя отец благодарим тебя наш спаситель наш господь наш тарь слава господу спасибо тебе спасибо тебе спасибо драгоценный господь слава тебе и слава великий святой бог приветствую вас приветствую вас друзья приветствую брат василий слава господа тебя богу за всех светильников божий по всему лицу земли ибо бог избрал нас для того чтобы мы несли его слова для того чтобы мы являли правдой истину неба два вагона я читаю иногда комментарии людей которые пишут видеть но пишут комментарии отношить относительно видео различных чудес и соглашается кто-то радуется а кто-то скептик и кто-то сомневает и говорит докажите нам что это чудо было действительно чудом пусть какие-то документы до и после пусть там будет чтобы все были подписи чтобы аппарат проверяющий уже был поверен и много много разных вещей и мы видим здесь определенную картину что умели очень много действительно очень много инакомыслия о равномыслия и мы видим что сатана князь этого мира украл у людей откровения о боге о его силе и возможности украл но тем не менее люди смотрят люди ищут люди желают люди пытаются открыть увидеть и стремятся к этому это тоже плюс и это очень хорошо и вы знаете друзья я понимаю насколько наше предназначение цена перед господом и если кто-то из вас думает что он имеет какого-то предназначение и либо он не ценен или не приносит каких-то особых подобных скажу друзья мы в этом мире не просто так мы в этом мире не для того чтобы просто жить для того чтобы просто выживать для тоже просто прожить свою жизнь а для того чтобы принести плод и наш плод это свидетельство царство небесно отец наш небесный хочет и желает чтобы произошло несколько вещей и первое чтобы люди уверовали и познали его сына и света христа и обрели спасение и для этого бог являет свою силу и свидетельство своей славы и проявление и доказательство своей любви что все что он делал для нас это истинная правда и она проявляет второе что отец хочет для нас он хочет научить на жить вместе с ним он хочет чтобы он между каждым человеком было отношение чтобы дать взять которая по плану творения была сотворена богом для того чтобы человек имел общение богом чтобы эта связь восстановилась образовалась укрепилась восстановилась и человек человек получал от господа жить вдохновение смысл цель и богословение и третье что хочет бог он хочет научить нас на земле жить так как на небе и мы знаем что на небе будет приоритетом любовь мы любовь между друг другом не будет ничего кроме взаимной любви отношения друг другу и отец бедный хочет научить на земле этим качеством поэтому он свидетельствует и он свидетельствует также что он живет внутри нас и он свидетельствует другим людям которые еще не уверовали что бог живет на и люди ищут и люди хотят познавать мне вот пишут сегодня напитали свидетельства докажите нам докажите нам я говорю что он доказывает докажите путь будет доказательства свидетельств документов я подумал а как было во время иисуса христа как было во времена библейские когда не было медицинских каких-то механизмов да вообще ничего не было кроме искусства местных врачей которые могли по своему навыку определить то ли иное просто люди приходили к иисусу говорили у меня есть проблема у есть немощь ну допустим у меня здесь болит от боль боль у меня и были что там болит как болит почему болит что именно болит да люди не залибать но когда они приходили к иисусу и он был на них руку и боль уходила они свидетельствовали все хорошо все стало хорошо что можно еще доказывать тому что ей и многие люди и мало этого доказательства им нужно еще доказательства еще какой-то доказательства и я понял одну важную вещь что неверующим не будет тех кто не хочет верить кто кто не ищет бога и не хочет поддавать его для него любые свидетельства доказательства всегда будут опорим он будет всегда искать возможности стремится к противоположности композиции но если кто хочет верить что бог есть ему нужно какие-либо доказательства кроме того что он видит славу потому что вся внутренность человека отзывается отзывается на бога отзывается на его любовь отзывается на его силу ведь мы все которые согласились что он существует мы тянемся так же как тянется к свету ночью мотыльки так и мы тянемся к богу и всякое свидетельство славе божьей мы принимаем с радостью аминь даже не подвергая этому доказательства зачем слава богу за то что бог есть и мы верим что он проявляет свою славу спасибо господь благодарим тебя за то что ты являешь свою силу и славу наше жизнь спасибо тебе господь слава тебе и хвала аллилуйя в этом есть доказательства поэтому друзья будем благодарить бога будем нести служение света будем свидетельству миру и сеять эти семена тех кто примет спасутся но будут люди которые будут до последнего отказываться от этого это их выбор но это не означает что мы не должны сеять мы не должны светить мы будем светить мы будем сеять аллилуйя это наше предназначение это наша миссия здесь на земле поэтому каждое свидетельство славы божьей своей жизни приносит определенный вклад утверждение царство божье есть на земле слава господь вот мария швейтер написала что иисус спас ее отмерть она тонула но выжила и она ожидает что она будет рожать да так и будет бог приготовил свою славу и если вы выжили это не случайно значит у вас есть миссия на земле слава господь и поэтому друзья что очень важно для нас в нашей жизни очень важно держаться в Слово Божье потому что Слово Божье вдохновляет нас что я хотел бы еще добавить в том что я наблюдаю в жизни многих людей многие заболевания немощи и трудности очень связано тесно отсутствием цели в жизни человека то есть когда у человека нету цели а зачастую цели которые мы ставим они временные плотки земные которые не приносят плода вечной жизни и вот из-за понимания той цели которую Бог приготовил для нас вот нету понимания цели вот нет понимания цели это приносит определенное неустройство в нашей душе и это не устройство это не устройство оно не способствует нашему выздоровлению а наоборот оно способствует продвижению духа смерти поэтому наше исцеление друзья заключается только в том чтобы физические симптомы ушли и физическое тело изменилось и стало лучше наше исцеление это возвращение в волю божьей это возвращение его слова это возвращение в его славу и обретение смысла смысл а знаете во всем есть смысл когда человек теряет связь со смыслом он теряет связь с жизнью смысл у Бога был смысл когда он творил когда он творил небо когда он творил землю смысл было значение когда бог творил человека по образу подобию это не было просто игра или эксперимент что из этого выйдет это был в этом был смысл когда бог насаждал многие деревья в дереве в саду эдем так что мы называем рай на земле эдем киса и когда он насадил дерево познания добра и зла в этом был тоже смысл это не просто выросла сама по тебе и богу как же шаровы нет в этом был смысл и был смысл в том чтобы нести свое слово был смысл в том чтобы послать сына иисуса христа на землю был смысл в том чтобы было написано библия был в том чтобы открыть нас сына божьего был смысл в том чтобы мы начали верить выбор веры есть смысл веры понимаете друзья у веры у нашей божьей веры веры доверия к богу есть смысл и значение надо заникает вопрос а какой смысл заключается в том чтобы чтобы что я уверовал господа христа вы знаете друзья признание бога это еще не есть вера божья признание бога это первый шаг согласен но вера это доверие к богу а доверие основывается на божьем желании который открывается тебя аминь есть смысл в этом смысл в том чтобы верить сына божьего есть смысл в том чтобы верить богу есть смысл в том чтобы поднавать слово божье есть смысл чтобы изучать его слова читать библию ежедневно. Есть смысл в том, чтобы молиться и общаться с Богом. Есть смысл в том, чтобы служить Богу. Есть смысл, чтобы светить этому мир. Есть смысл в этом. Аминь. И в этом смысле заключено наше жизненное бытие. Все устройство нашей души, нашего мысли, нашего интеллекта, нашего характера. Даже каких-либо индивидуальных даже способностей, которые есть у каждого человека. Ведь мы не копия друг друга. У нас есть свои индивидуальные способности. Способности, которые Бог вложил в нас для того, чтобы это помогло нам реализовать тот смысл нашего появления здесь на земле. Смысл. Вот это важно. Часто люди, попадая в определенный круговорот событий, трудностей, ситуаций, они мыслят и думают о возвращении в комфортную зону в жизни, либо о выживании. Но я скажу, друзья, как сказал однажды Иисус, ищите Царство Божьего, и все остальное привожится. Часто люди хотят поправить свое здоровье, они хотят поправить свои отношения, свои финансовые вопросы, они хотят поправить свое мышление, свою радость, но все это результат и плоды, плоды нашей жизни. И скажу вам, друзья, если у человека нет смысла жизни, либо он потерял смысл жизни, то исцеление тела не поможет. Понимаете? Исцеление тела не поможет, даже если человек исцелится от рака, он не освободится от духа смерти. Можно вырезать опухоль, можно удалить метастазы, можно делать целую серию химиотерапии, но если нет связи с Господом и смысла своего существования, если нет смысла, то все остальное это все суета и напрасный труд. Потому что наша жизнь, наше исцеление заключается в том, чтобы обрести смысл понимания своего бытия на земле. В этом важно. И вот Михаил, вы внимательно слушайте меня, не пишите те, что вы пишете, не надо писать это. Вот честно скажу, не надо писать. Лучше размышляйте вместе со мной. Лучше размышляйте, на самом деле вот так, то, что вы пишете, это результат вашего внутреннего самосожаления, что есть грехом, самосожаления. А вам нужно осознавать свою значимость перед Богом, ведь Иисус умер в закрытии, заказывает нас. И есть смысл в этом, в этой жертве, есть смысл в распятии. И это он делал не просто так, ну, кто поверит, кто не поверит, нет. Бог предопределил, предузнал каждого человека. И есть предназначение в жизни каждого человека, и есть смысл существования каждого человека здесь, на земле. И есть смысл в этом. И у Бога человек не является случайностью. Любой человек, какой бы ни родился на земле, имеет смысл своего существования в это время, в этом точке мира. И если человек найдет смысл своего существования, и он связан с волей Бога, то вместе с ним активируются все глубокие внутренние процессы и механизмы не просто выживания человека, а внутреннего утверждения в воле Бога. И к этому начнут подтягиваться все механизмы чувства, эмоции, мышления, тела, исцеления тела. в том числе смысл своего существования. Большинство людей стали слабыми, пассивными, уязвимыми через то, что они потеряли свой смысл существования. Я не говорю, друзья, о том, что вы что-то не делаете. Человек может работать всю жизнь, и у него есть мотив, есть дети, есть дом, есть семья. это все является сопутствующим фактором жизни здесь на земле. И то, что мы живем, но оно является параллельным осознанием, параллельным путем к тому самому важным, какой есть смысл, который от Господа. Вот это важно. Вот этот момент важен. Смысл от Господа. Я вам скажу, друзья, многие хотят слава Господа Лариса, исцеление, прорвался фурунка, выходит, очищается рано. Вы знаете, друзья, все хотят видеть славу Божию, все хотят проявления даров Духа Святого, но те хотят видеть чудеса. Но я скажу, друзья, что все это начнет проявляться с пониманием и осознанием смысла этого действия, смысла твоей жизни и смысла твоего личного участия в этой способности, которую Бог даровал и отвергнул. Смысл. Человек, который ищет Господа, он ищет не просто признание Бога и реальность его существования, человек еще ищет смысл своего бытия в Боге. Почему он? Человек, который ищет Бога и открывает его, вместе тем он открывает и свою значимость, и смысл своего бытия здесь на земле. потому 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 каждый раз когда мы ищем Господа нам открывается то, что Бог приготовил для нас, нам открывается его воля. Вот это важно. Аллилуйя, слава Господу, вот это важно. И даже вот сейчас пишут о иных языках. Есть смысл, смысл понимания и значения иных языков. Зачем они? Зачем иные языки? Какой смысл в том, чтобы давать иной язык? Многие, но я знаю, что многие хотят говорить на иных языках. Многие хотят в виде проявления даров Духа Святого. Аминь. Слава Господу. Но я скажу вам, друзья, что вопрос здесь не заключается в том, чтобы просто ходить в этом даре и использовать этот дар. Надо понимать смысл и значение этого действия. Когда ты понимаешь смысл и значение этого действия, тогда вместе с ним приходит ожидание и вера, что это будет проявляться. Аминь. Вот это важно. И так же, как служение исцеления, так же, как служение славы Божьей, проповедовать Евангелие, свидетельствовать людям о славе Божьей. Во всем есть глубокий смысл. Если мы поднаем смысл Бога, смысл Его Слова, смысл Его послания, то во всем, где чем бы мы ни занимались, мы будем видеть, как это будет проявляться, проявляется вера и ожидание этого действия. Лава Господу. Спасибо Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Великий Святой Господь. Если нет смысла понимания своего бытия и существования, всегда будут находиться внутренние пробелы. Но когда ты поймешь смысл, вместе с ним вера твоя, ожидание Господа начнет возрастать и укрепляться. И через это будут даже прикладываться те необходимые ресурсы, которые Бог приготовил для того, чтобы ты реализовал понимание своего смысла, своего значима здесь, на земле. Аминь. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя за эту благодать, которую Ты открыл нам. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Иисус, за ту любовь, за ту славу, за твое могущество. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Святой. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь, и славлю Тебя, великий Святой Бог, наш Тарь, наш Господь, наш Спаситель. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Отец. Благодарим Тебя. Благодарим спасибо тебе Господь, слава тебе и хвала, мы благодарим тебя за то, что ты собрал надеть на этом месте, слава тебе и хвала, благодарю тебя во имя Иисуса Христа, прямо сейчас, жизнь Божия и сила Божия течет внутри человека. Отец, я благодарю тебя за все условия исцеления, которые ты уже приготовил для каждого из нас, и я благодарю тебя Господь за исцеление, которое уже течет в каждом человеке. Спасибо тебе Иисус, спасибо тебе Отец, благодарим тебя, славим тебя, прославляем тебя, благодарим тебя Господь, наш Бог, наш Царь и наш Спаситель, спасибо тебе Святой, спасибо тебе Иисусу, благодарим тебя, великий Святой Бог, слава, слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава тебе Господь и хвала, Благодарю Тебя. Наш Царь, наш Господь, наш Спаситель. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, Трагоценный. Благодарю Тебя. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Жизнь Божья и сила Божия течет каждому человеку. Могущественным именем Иисуса Христа. Я приказываю головной боли в теле Артура прекратиться и выйти вон. Именем Господа Христа. Освобождается от головной боли. Освобождается от страхов. Освобождается дух страха, дух испуга. Выйти вон. Контроль, колдовство, магия. Игоняю Тебя. Именем Господа Иисуса Христа. Прямо сейчас. Жизнь Божья течет внутри тела. Исцеление и свобода идет в каждом человеке. Спасибо, Дух Святой. Благодарю Тебя за прикосновение, за исцеление. Слава Тебе и хвала. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо, Дух Святой. Наш Спаситель, наш Бог, наш Господь, наш Спаситель. Аллилуйя. Друзья, вы пишите, мы сегодня должны были говорить о на их языках, но давайте мы перенесем это на следующее. По определенным причинам я сегодня подно начал. И для некоторых людей, которые уже подно, которые живут в другом частном поясе, это подно. Для того, чтобы сейчас внедряться в эту тему. Это очень глубокая тема. Существует целое учение в иных языках и несколько уроков, можно сказать, по иным языкам. И невозможно это за две минуты все рассказать. Но я скажу вам, что очень важно. Вы должны понимать, какой смысл, зачем нам иные языки, зачем нам вообще говорить на иных языках. И первое, прежде чем начать говорить и крититься Духом Пятым, мы должны иметь понимание, зачем нам это. Зачем нам на языке. Хотя в Библии были случаи, когда люди ничего этого не знали. Это были первопроходцы. И они не понимали смысл, значение этих вещей. Потом уже поняли. Но сегодня мы живем в то время, когда мы подходим к каждому действию осознанно. Понимая то, что мы хотим от Господа. Зачем мы хотим от Господа. И поэтому существует учение о иных языках. Я скажу так. На основании Коринфянам 14 главе. И мы должны понимать, что 12 глава, 13, 14 глава посвящена именно Павлом о дарах духовных. И какова цель даров духовных? Какова цель этого действия? И в 12 главе, во втором тихе, первый, второй тихе, она написана. Не хочу вас оставить, братья, о дарах духовных. А чтобы вы не находились в духовном неведении, о вашем духовном состоянии. И там первое, с чего начинается. Зачем мысль вообще Павлу говорит? И вообще какое значение даров духовных? И там он говорит. Первое, что мы, когда были язычниками, мы ходили безглазным идолом. И когда мы ходили безглазным идолом, то мы им как будто ведомы были этой стихией, этой природы, даже не понимая, не осознавая, что мы делаем. Думаем, что это Бог. Но теперь мы принимаем Христа, мы приходим к Христу, мы живем Христом. Мы провозглашаем Иисуса Христа своим Господом. И это возможно только тогда, если ты наполнен и насыщен Духом Святым. То есть во всех этих проявлениях есть свидетельства и доказательства, что Бог живет в нас, и Дух Святой живет в каждом из нас. Это и свидетельства, и доказательства того, что в нас живет Бог. И проявление Бога в той или иной степени имеет смысл показать нам, что Бог теперь живет внутри нас. Это первое важное. Когда я начал служить исцелением, я разбирался, зачем всем людям служить исцелением. И нужно ли служить исцелением всем людям, всем уверующим людям. Написано, Марка, в 17 главе написано, что уверовавших будут сопровождать домения, то есть всех уверовавших, не определенных отдельных людьми, а именно всех. И я спрашиваю Господа, зачем, какой смысл в том, чтобы всем служить исцелением. Вот можно, ну как, вот некоторые понимают, вот некоторая группа людей, которым этим занимается, остальные другим занимаются. И мне Бог показал, дело вопрос здесь не в самом служении исцеления, не в этом вопрос, а вопрос в другом. Вопрос в том, чтобы каждый уверовавший осознал присутствие Господа в его жизни. Чтобы каждый уверующий увидел, что он живет внутри. Он живет внутри каждого верующего. Между каждым, обращенным ко Христу, появляется связь, нерушимая связь между Христом и внутри. И Господь хочет, чтобы эта связь образовалась осознанно и очевидно. Так же, как я увидел это в своей жизни, когда я начал молиться за людей, когда я покорил себя, Слово Божие, и починил себя тому факту, что нужно возлагать руки на людей, особенно на больных людей, они начали выздоравливать. И для меня это было огромным свидетельством, и первым свидетельством, что Господь живет внутри меня, Христос живет внутри меня, это правда. Между мною и им была разрушена преграда, между мной и Богом была удалена преграда, и теперь я соединился с ним. И моя вера от этого возросла и укрепилась. И это самое первое важное, потому Иисус сказал у верующих, нужно возлагать руки на больных, они, ну и все должны видеть, на менее. Почему верующий болеет раком? Я вам объяснил, только что, вы, наверное, невнимательно слушали, объяснил. Появление болезни – это результат мышления людей, мышления, поступков, слов. Как написано, каковы мысли в душе человека, такое он. Все во власти языка, жители смерти, то есть рак – это результат сеяния и жатвы, что мы сеем. И многих верующих, принявших Христа, внутри духа, и дух возродивших, для того, чтобы душа изменилась, и тело, соответственно, начнет меняться. Но у некоторых людей мышление не изменилось, и оно продолжает так же жить по той же самой тихим, по тем же самым алгоритмам, которые они жили до Христа. И, соответственно, не меняется ничего в их жизни. Поэтому мы и говорим, что когда, понимая, приходит смысл, смысл своего существования, смысл твоей жизни, осознание твоего значимости Бога, смысл твоего бытия, то вместе с этим приходит и гармония на всех уровнях, и финансы, и здоровья, и радость, и эмоции, и все остальное. Служение, и проявление даров Божьих. Сегодня я общался с одним парнем, мужчиной, у которого был рак легких. Я скажу так, что во время молитвы рак, боли полностью все исчезли, и ему стало легко дышать. Я скажу, я с ним разговаривал, и то, что я увидел, что человек потерял смысл своей жизни, смысл и значимость твоей жизни, и смысл значимости твоего бытия. Но открыть свою значимость и смысл можно только с Богом, потому что Он является твоим мастером, твоим творцом. Он вас создал у тебя. Невозможно искать смысл своей жизни без Бога, без автора творения, без автора твоей жизни. Только автор может дать тебе пояснение о смысле существования. И вот часто, и много очень людей, много, реально много, даже много уверовавших людей, не ищут смысла своего существования в Боге. И они продолжают жить, просто используя Бога как инструмент поддержки своей жизни, для того, чтобы поправить свое положение. То есть используют Бога. Они уверовали только для того, чтобы использовать Бога. Но не для того, чтобы познать смысл вместе с Богом, смысл своего существования. Вот. И это является, друзья, действительно уязвимостью самого человека, даже уверовавших. Потому что ход мысли человека от этого не меняет. О чем человек будет думать. Вот как Михаил, я прошу вас, не пишите ничего. Все, что вы пишете, это ваше самосожаление. Я вам скажу. Чем больше вы пишете, тем больше вы у себя укрепляете. Той депрессии, которую вы приняли, вы выбрали ее. Лучше размышляйте господом над теми словами, которые сейчас говорю. Чем важно. Люди хотят поправить свое положение. Они хотят, чтобы решились их вопросы, их жизненные вопросы, силу господа. Но я скажу, друзья, что многие вопросы и конфликтность жизни человека происходит не из-за того, что их на них напал дьявол или еще что-то, а происходит из-за выпадения из смысла своего существования. То есть человек является носителем хаоса в мысли. И он кидается то в одну сторону, то в другую сторону. Происходит большинство хаотичности. Из-за этой хаотичности не формируется гармония устройства. Из-за этого начинает человек быть уязвимым в эмоциях. В душе он становится раздражительным, злобным, депрессионным. И много-много разных вещей, что в итоге приводит человека к саморазрушению. Разрушению. Вот этот момент. Даже колдовство и порча, которые люди пишут, колдовство и порча, уязвимость. Ведь если у тебя есть смысл осознания своего Бога, это власть и сила, то тебе не будет страшны никакие колдовства, никакие манипуляции. Ничего. Это важно. Поэтому, друзья, мы должны быть внимательны к своему хождению перед Богом. Мы должны быть внимательны к своей жизни. Вот это важно. Мы не призваны для того, чтобы просто бороться с какими-то вредными привычками. Или бороться с какими-то ситуациями в нашей жизни. Мы призваны на земле здесь. И это наша цель, существуя на земле, познать волю Богу в отношении каждой нас, смысл своего привыка. Зачем появимся на земле? Какой смысл, Отец? Какое значение? Что я должен осуществить на земле? Ведь впереди в небеса и в вечность. И мы вместе с Господом успокоимся в этой вечности. Возможно, будет дальше смысл в моем жизни. Я не знаю. Ну, там. Но пока я не там. Я здесь. Значит, есть смысл того, что я здесь. И если я остался жить, как объяснить это подростку? Да это очень просто. Очень просто. Каждый человек на земле иногда проходит мысль, какова цель, какова значение. Ведь все, что мы пользуемся, допустим, мы пьем воду. Мы же объясняем, есть же смысл в этом. Люди делают стаканы, и есть смысл в этом. Люди делали компьютеры, в этом есть смысл. Есть Бог, есть Его Слово, есть отношение между Богом и человеком. В этом есть смысл. И есть смысл своего появления на земле. Это достаточно понятно даже ребенку. Но, конечно, каждый человек приходит к уровню своего осознания, понимания со временем. И скажу вам, что время созревания, созревания, осознания смысла своего существования к некоторым приходит уже в самом престарелом возрасте. Почему? Потому что в тебя их жизнь была, то и так. И они вращались, вкрутились вокруг того, что совершенно не важно, как говорят, могилу уж это не унесешь. Правильно? Но есть смысл. Начимый. Аллилуйя. Вот даже поминая, я на прошлый раз, я приводил пример таких служителей Хантеров, Чарльз и Фрэнкет Хантеров. Эти люди, они уверовали в Господа в достаточно уже древом возрасте. Им уже было за 50, друзья. Ну, примерно в это 45 часов, они уверовали уже, когда уже прошел первый какой-то этап, половина жизни прошла, большая часть жизни прошла. И все, что до этого было, это было просто такое же естественное выживание, как это было у всех людей. Это болели дети, финансы, работа, то-то, 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 то-то. И в конце жизни, они уже, вернее, они уже, в конце своей первой половины жизни, они пришли к пониманию, что есть Бог. Но не только в этом. И они начали познавать и размышлять над смыслом. И Бог им открыл мысль. И через это они совершили революцию в христианстве. Они совершили большой вклад в служение, исцеление, в служение, проявление славы Божьей и вообще веры Божьей. На основании учения Иисуса Христа. И это привело к открытию славы Божьей. Это привело к большим пробуждениям многих людей в силе славы Божьей. И многие люди через это служение, они получили смысл своего жизни, открытую свою жизнь. Аминь. Смысл своей жизни. И даже сегодня, молясь за людей, мы не просто для того, чтобы человек поправил свое здоровье. Это всего лишь маленький этап. Первый. Признание существования Бога. Его любви и его славы. А есть второй этап. Следующий этап. Когда человек начинает познавать Бога и связь его с ним. И для него открывается смысл его же лично человека существования. Для чего Бог его дети на земле поместил. Аминь. И это возможно, друзья, для каждого человека. Если только мы постоянно трудимся над дерном и семенем, которые мы упустили, это Слово Божие. И если мы впускаем в себе мысли, желания, ожидания, молимся, просим, просим Господа вести нас и к осознанию смысла. Когда мы выставляем правильные приоритеты в нашей жизни. Когда мы говорим Господу, слава Богу, я знаю, что Ты приготовил для меня то-то, 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 то-то. И это хорошо. И я в этом действительно нуждаюсь. Но самое важное, самое важное, самое важное, если вы начнете молиться, этой молитвой, самое важное. Господь, открой мне свою волю обо мне. Какой смысл моего личного существования. Я благодарю Тебя за учение Иисуса Христа, через которое я осознал себя не просто уверовавши, но еще стал учеником Иисуса Христа. Учеником Иисуса Христа. Ведь дело в том, что на самом деле, друзья, быть учеником Господа, учеником Иисуса Христа, это совсем не значит быть просто верующим. Аминь. Ведь обретает и открывается весь смысл всего происходящего. Вот дорогой брат написал, что сын разочарался в Боге, потому что его подруга выпала с этажа. Но ведь на самом деле, ведь не Бог же толкал Бога, правильно? Не Бог же, создавая болезнь, не Бог приносит хаос, войны, разрушения. Нет. И сын, на самом деле, Ивана даже вообще не знал Бога, или даже не читал и не изучал Слово Божие. Потому что в нем видно, что Бог возлюбил нас, а не послал в нашу жизнь какие-то трудности. И спасение. Почему Бог не спас? Почему Бог ни то, ни то, ни то не делал? Но на самом деле, Бог обещает защиту Свою всем, кто искренне идет к Нему. Кто призывает, так написано в Салуме 90, на то, что Ты возлюбил меня, искал меня и спас Тебя. Но много людей отталкивает Бога, полагая свою жизнь на собственные силы и фермер по раздражению и разочарованию. Только потому, что они выбрали не Бога, а свои мысли, свой путь. И как написано, жители Тебя предложил Тебе. Поэтому здесь нужна вам, дорогая сетра, просто грамотно объяснить, сын, грамотно, что весь мир не сможет существовать без Бога. И все, кто не имеет связи с Богом, в итоге они ищут. Поэтому мириться, покориться Богу. Аллилуйя. Слава Богу, смысл, смысл, друзья. В этом смысле появляются цели, появляется стремление, появляется оптимизм, вера. И даже через это будет исцеление происходить. Потому что для тебя понимание исцеления не только в том, чтобы боль прекратилась, а для того, чтобы ты что-то делал. Помните апостола Павла? Он испытывал, возможно, мы не знаем, больше всех, или меньше всех, но описано, что он испытал очень много побоев. И даже в один день, в один момент его убили. Вы помните, да, когда его вывели за границы селения и закидали камнями. Я читал однажды описание канни камнями, забить камнями. И там описывается такой момент, что когда по закону закидать камнями, каждый мужчина, находящий, должен там снять одежды свои. Там целый ритуал. Это не так просто взяли и камнями закидали. Это целый ритуал, целая подготовка. Но при этом, когда они уже закидали, человек упал. Есть так называемые контрольные выстрелы, как говорят, контрольная проверка. Это в описании. Патлиничек подходит для того, чтобы человек не мучился от многочисленных побоев и кровопотеков. Патлини берет увесистый камень и прицельно бьет его в голову, чтобы размножить голову, чтобы сразу смерть наступила. И это произвели Павла. И представьте, друзья, это не были глупые люди. Павел умер. Павла убили. Но когда они ушли, он воскрес. И знаете, интересно, когда Бог его вела, мне просто вдохновляет этот момент. Павел встал, отряхнулся и пошел дальше проповедовать Евангелие. Вы понимаете, друзья, вот этот момент, смысл своего существования, смысл своей цели, настолько силен в человеке, настолько, что даже воскрешение из мордок может произойти. Понимаете, потому что душа-то не умирает. Тело может перестать жить, а душа хочет. Я много раз молился за людей, вернее, за ситуацию, когда человек умирал. И я спрашивал у Господа о возвращении человека, и мне Господь показывал, и не только мне, а тем еще другим людям показывал, что это душа этого человека не хочет вернуться. Он не хочет вернуться. Он просто... Ему нравится все. Я говорю, Господи, ведь кого-то надо воскрешать. И мне Бог говорит, у него не было смысла. Зачем он вернется? У него нет смысла дальше жить. Он остается здесь. У него не было. Он потерял связь с жизнью. Он не хотел жить. Когда он попал на небо, он все... Зачем мне возвращаться? Но апостол Павел говорил, что он более всех нас имеет откровение о жизни после смерти, о небесах. И он настолько реально осознавал, что это существует, что он говорит, я уже туда хотел. И я могу туда перейти. Ну, могу. Но мне важнее остаться здесь, на земле. И понимаете, вот этот момент, настолько душа его пропитанного вот этим было смыслом, желанием остаться и делать, что даже его боление, даже его вот эти убийства, удары, побои не влияли на него. Павел получал несколько раз, получал казнь, удары в 40 раз в плетку. Я читал, что одна казнь, 40 ударов в плетку, делала инвалидом человека навсегда. Это казнь, это не просто лазинкой похлопать по попке, типа, так не делай. Это казнь делала человека инвалидом. И человек уже после этого не становился прежним. Это было... Да, он оставался жить, но он остался инвалидом. И Павел таких казнь, по-моему, два или три раза прошел. И он не стал инвалидом от этого. Все на нем полностью исцелилось, зажило. Может, даже и моментально. Почему? Есть смысл. У него был смысл своего понимания, своего бытия. Бессмысл. И Бог говорит, я тебе дал достаточно погадать. И я вам, друзья, это сегодня свидетельствую для того, чтобы одна из таких грани, грани исцеления. Многие люди хотят видеть здоровье в своем теле. Многие люди хотят то-то, то-то, то-то. Но я скажу, друзья, часть этой программы выздоровления, она также зависит от твоей связи с жизнью, от твоей связи смысла твоего существования. Это все взаимосвязано между собой. Вот сегодня молился за человека, у которого были боли в легких, у него был рак. И я говорил об этом в смысле, что Господь поможет тебе открыть смысл, но для этого и в тебе надо его пригласить. И первый смысл нашего бытия – это восстановить связь с Богом, с Творцом. Это первый смысл нашего существования. А все остальное начнет развиваться. И когда он принял Христа, он призвал Бога, говорит, я хочу обрести смысл своей жизни, я хочу жить. Я хочу обрести смысл своего бытия. Зачем я живу здесь? И в этот момент, слава Божья, сошла на него, и он получил исцеление. Все боли и в легких. Это был рак, друзья. И боли от рака ушли. И я проверяю дыхание, он начинает дышать. Он говорит, легкость такая, легкой, по такой легкости никогда не испытывал. Это полностью говорит об исцелении от рака и очищении. Господь коснулся. Желание, просто даже желание обрести смысл своего существования, уже приносит исцеление. Но многие люди закрыты в своем сердце. Закрыты от понимания воли Божьей в их жизни. Они закрыты от слова Бога. Закрыты. При этом в том, что они даже верят, что Бог есть. И они хотят, чтобы Господь что-то сделал в их жизни. Но они закрыты от понимания смысла своего существования. И у многих не происходит исцеление. Потому что их сердце закрыто. Вот утром сегодня разговаривал с одной девушкой. И я говорю, нет, ну, я прошу, она, я молюсь за нее. Я всегда молюсь за людей. Но есть люди, которые быстро, моментально исцеляются. А есть люди, которые годами все одно и то же. Ты молишься за них. И нет продвижения результата. Ну, в видимого, во всяком случае. В невидимом 100%. Но вот, видимо, нет. Я прошу отец, а в чем задержка, в чем преграда? И он мне говорит, она не верит. Она не верит. Хотя эта женщина мне красивые фразы испытания говорит. Она говорит, что ей Бог лично говорил пророчество. Там, дочь моя, ты пойдешь, ты там будешь то-то. Я говорю, ты слышала это, но ты не живешь этим. И все же она говорит, ой, мне так плохо. Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, как мне выжить. Я, наверное, самоубийство совершу. Понимаете, друзья? И некоторые могут люди сказать, ну, неужели Бог такой жестокий? Почему Он не исцелит ее? Да дело не в Господе. Он приготовил для нее исцеление. Но она не упускает. Почему? Потому что это в совокупности является отражением одного действия. Воля Божья, поднавать его. Смысл своего существования. Вот это простой пример. Когда вы чувствуете какой-то энтузиазм в каком-то либо деле. И вы получили внутри цель, начимость совершить это дело. Это энтузиазм такое. Вы, независимо ни от чего, вы начинаете совершать это дело. И в итоге вы настолько увлечены осуществлением этого дела, что вы даже не замечаете, что у вас, может быть, трудно вам из-за здоровья это сделать или то. Я знаю, вот люди, которые, они работают на поле, и у них есть цель вырастить урожай. Они не думают о том, что их спинанеров плохо там болит. Они не думают, что колени. Они двигаются и забывают об этом. И в итоге они освобождаются и исцеляются. Почему? Есть смысл, есть цель. Но это определенная часть, небольшая всего лишь. А мы говорим сейчас о смысле сознания своего присутствия на земле в воле Божьей. Отец, какой смысл жизни? Какой смысл моего существования? Что ты приготовил для меня? Что я могу и даже хочу, наверное, осуществить? Ведь все, что ты вложил в меня, вложил для того, чтобы оно проявлялось в моей жизни. И я знаю, друзья, что очень много, вы знаете, очень много талантливых, гениальных людей, которые оставили свой след в истории человечества. Это поэты, художники, инженеры и много-много таких научных сотрудников, которые совершили такие очень много удивительных вещей. Многие из них закончили свою жизнь прежде времени. Почему? Потому что они не распознали свой смысл существования с Богом. Какой мой смысл? И из-за этого приходит депрессия, разочарование, болезнь. И люди уходят. Уходят различными способами, потому что потеряли связь с жизнью. Рак – это программа самоуничтожения. И оно активируется в жизни человека тогда, когда человек теряет связь с своей жизнью. И для нас это, друзья, это звоночек. Мы должны, если мы хотим жить, если мы хотим приносить плоды, мы должны открывать волю Божию о себе и познавать, в чем она, открывать ее для себя. И в этом появится смысл твоего исцеления, смысл твоих даров, смысл твоей связи с Богом, смысл того, что ты читаешь Слово Божие, смысл того, что ты живешь на земле. Есть смысл. И в этом мысли активируются внутренние механизмы исцеления. Ты открываешься для силы Божьей. И жизнь Божьей, как река течет внутри тебя, появляется смысл в этом все. Аллилуйя, слава Богу. Потому что я вижу, что многие люди не приходят просто для того, чтобы поправить свое здоровье, но не для того, чтобы обретить свою связь и смысл Господа. Ведь когда мы проповедуем Евангелие, смысл наш в том, чтобы соединить сердца людей с Господом, чтобы открыть им любовь Христа. Ведь Бог любит всех людей абсолютно. И Бог, более того, приготовил для всех людей свою славу в небесах. Он приготовил, но из-за неприятия самого человека, Бог это остается в небесах. И его благосовение, слава, так и не раскрытым для человека. И поэтому Господь желает, что все, что Он приготовил, должно проявляться в нашей жизни. Аминь. И деть не бывает просто так. Ведь скажу вам, друзья, что наша жизнь не заключена только для того, чтобы, как это, прожить, кайфануть, извините на выражение, вот так вот на земле. Вот чтобы у меня, вот я, у нас говорят, нет, не только в этом. Не только для того, чтобы получать удовольствие в жизни, а для того, чтобы исполнять волю Божию. И в этом наше великое удовольствие. Потому что, когда мы придем на небо, не будет задаваться вопросом, ну, что ты в сене объедел, в всех морях ты покупался, все ли фрукты ты поел, на всех ли машинах ты объедел новых. Нет. В каких ты домах жил? Нет, не будет об этом. Вообще об этом не будет разбираться. И об этом разговора не будет. Но будет вопрос данный, насколько ты, мы исполнили волю Божию о нас. Насколько мы осознали, поняли смысл нашего существования здесь на земле. Вот что будет открыто и понятно. И поэтому, когда у нас есть время, пока у нас есть дыхание, пока наше сердце бьется, пока мы чувствуем себя здраво, мы должны искать и познавать Бога и Его волю о нас. Смысл нашего существования. Вы знаете, друзья, когда появляется цель и стремление, тогда появляется и необходимо, и необходимы действия. Вот сегодня мне спрашивали о иных языках, мне спрашивали сегодня разговор о иных языках. Вы знаете, друзья, многие люди не понимают вообще смысла иных языков. Они просто видят, что так должно быть, надо, надо бара-бара-бара-бара-бара-бара-бар, и все. А какое в этом смысл, значение? И когда ты не знаешь смысл, ты не будешь использовать этот дар. И Бог его отдал для определенного умысла и смысла. Аминь. Но прежде чем говорить об этих дарах, прежде чем говорить о проявлении Духа Святого, мы должны понимать смысл своего вообще существования как детей Божьих. Зачем мне это? Зачем мне дары? Ведь если Господь, если только заключается в том, чтобы я пошел на небесах, я принял Христа, я уверовал, и все, я иду в небесах. Зачем мне тогда? Зачем мне тогда все остальное? Зачем мне это? Это для того, чтобы просто, ну, кто бы было? А зачем? Не понимаю. Тогда у тебя не будет ожидания рвения, стремления к этому. И ты не будешь это использовать. Но у каждого действия есть свой смысл, свой значение. И оно входит в одно определенное одно действие, смысл вообще своего бытия и существования. Если я опознаю, открываю, что Бог, скажем так, родил меня в это время, Бог избрал меня в это время, что Бог привел меня на землю в это время, для того, чтобы я стал проповедником истины, для того, чтобы я стал правдой. И когда я понимаю, что я для того, чтобы приводить народы ко Христу, для того, чтобы являть Его Царство Божие здесь на земле и показывать, как мощнейшую альтернативу существующего мышления этого мира, существует альтернатива. Это Царство Христа, это альтернатива, мощная, приоритетная. И в этом смысле моего существования, бытия, тогда я буду искать возможности реализовать мое значение здесь на земле. Буду искать возможности реализовать мой смысл здесь на земле. И тогда я буду искать, открывать, что у меня есть, что мне нужно, что мне нужно для того, чтобы я исполнил волю Божию на земле. И я, ну, мне, что мне нужно? Ну, Дух Святой, конечно. Мне нужен Дух Святой. Я читаю Плово Божье, изучая, как мне исполнить волю. И первое, что я открываю для тебя, что мне нужен Дух Святой. Попомните, Иисус сказал, не отлучайтесь никуда, пока не придет обещанность. Без Него вы ничего не сможете делать. Аминь. Потому что без Духа Святого это всего лишь будет очередная земная религия. О красивых, о добрых мотивах. Быть добрыми, быть тому, тому. Но это еще не является христианством. Потому что Дух Святой открывает им, помогает, что значит ходить Богу. Помогает исполнить волю Божию. Мне нужен Дух Святой. А вместе с Ним придет и сила. Вместе с Ним придет и дары. Вместе с Ним придет и откровение. Вместе с Ним придет и понимание. Вместе с Ним придет и инструкция, и логика, и мышление. Как жить Тартом Божьим. Аминь. Вместе с Ним придет. Вместе с Ним придет. И тогда у меня появится понимание, что мне нужен пророческий голос, пророческий дух, пророческая способность. Иные языки относятся именно к пророческим дарам, пророческой способности. Это пророческий дар. Говорить иными языками это высвобождает пророчество. И пророчество имеет многоцелевое значение. Оно имеет все, оно создано для одного, для назидания. И здесь два типа назидания. Есть назидание для внешних, есть назидание для внутренности. Это два направления пророчества. Назидание для внешнего, оно будет происходить через осознанные понятные символы для того, чтобы формировать направление души человека. А есть назидание внутреннее, которое происходит не через видимые или осознанные символы, а через укрепление духовное. И тогда мы, когда мы молимся языками, мы знаем, что Дух Святой ходатайствует за нас словами неизреченным. Он ходатайствует за нас словами, которые для нас непонятны, но они укрепляют наш Дух, укрепляют нашу связь с Богом, потому что мы доверяем. Написано, мы не знаем, о чем молиться. Все, что мы молимся, это продукт нашего ума. То, кто в нашем мыслях, то мы можем говорить, но есть много вещей, которые сокрыты от наших мыслей. Есть много вещей, которые сокрыты для нашего понимания, но они есть, существуют, и должны проявляться. поэтому мы молимся языками для того, чтобы то сокрыто раскрылось и было реализовано и использовало. Аминь. Есть в этом смысл. Мы будем говорить, друзья, я хочу, если уже о них языках будет учение, я хочу, я подготавливаю вас сейчас к этим, но прежде, чем действовать в тех или иных дарах, вы должны понимать смысл реальности своей жизни, смысл, искать смысл, для чего тебе это надо, для чего тебе дар исцеления, для чего тебе дар освобождения от бесов, для чего тебе дар иных языков, для чего он тебе надо, просто, чтобы был, нет, он не будет проявляться тебя, он не будет реализовываться тебя, для чего тебе дар пророчества, для чего это дар, и все это входит в основную программу понимания, зачем я здесь вообще на земле. Аминь. Поэтому это первое, для того, чтобы проявлялись все остальные дары, для того, чтобы проявлялись все способности, чтобы Бог действовал через себя. Ты должен понимать свое значение, целевое понимание, зачем ты здесь на земле. Аминь. И тогда все остальное начнет прилагаться, начнет жарда, жарда использовать эти инструменты. Есть много разных, допустим, по иным языкам, и я их использую на языках в некоторых направлениях. Первое, это, знаете, это мощный очень инструмент. В моей жизни иногда происходили такие толкновения, что мои мысли в данный момент не могли произвести плод, мирный плод. Ну, допустим, были ситуации, когда я очень сильно огорчался, и даже, можно сказать, было огорчение. И я понимал, конечно, прекрасно, что обижаться нельзя, обижаться плохо, надо сразу простить, но обида просто не выходила из твоей головы. Она не выходила. И каждый раз говоришь, прощай, и опять у тебя мысли закручились, а-а-а, вот на отомстить, сделать что-то, сделать то-то. И я отрекался, и опять они возвращались. И было такое сильное напряжение, и я понимал, мне нужно что-то, что я, мой мозг, мой ум сейчас не способен воспроизвести молитву, даже простую молитву Господа. И тогда я начал молиться на языках, отдавая вере, свой язык Духу Святому, потому что он знает, как и о чем молиться. И вы знаете, друзья, что буквально через какое-то определенное, через 10-15-20 минут молиться на языках меня отпускало. Мои мысли менялись, моя внутренность менялась, моя логика менялась. Менялось все, и я увидел, что давление обиды менялось, как будто бы в тебе заложили какую-то новую программу перезагрузку, и у тебя вдруг мозги перезагрузили, и ты начал вроде дурь адекватно, и ты думал, что я обжал, ты сейчас вот так, вот так, так, вдруг прикладило понимание. Вот это делают иные языки. Это одна из таких мощных способностей. Есть еще многие разные. Во время исцеления, когда мы молимся языками, и иногда мы не понимаем глубину причин некоторых вещей, и мы отдаем все в руки Божьи, молимся языками, и через это приходило проявление славы Божьей. Иногда пророческое слово, иногда и толкование, иногда мне нужно было просто слово, я молился на языках, я думал, о чем я молился, и о чем надо говорить. Аллилуйя. И много-много разных вещей. Мы будем говорить об этом, друзья. Сегодня уже я хотел поговорить, первое, о смысле своего бытия, о смысле своего существования. Познавай Бога на всех путях своих. Познавай Бога на всех. Это означает, что узнай, какова воля Бога в отношении твоих путей жизни. Узнавай. Стремись этого. Познавай этого. Ожидай Господа Слова. Изучай этого. Первое, что вы не случайный день. Как написано, что вы были предопределены быть усыновлены через Господа Христа, чтобы был повод прославить Господа. В Эфифианам 1.11 написано, так была предопределена ваша судьба. Наша судьба предопределена, чтобы мы принесли плод Царству Божьим. Аминь. И когда ты начнешь видеть себя в значимости, в смысле, перед глопотом, тогда появится ревность о дарах, тогда появится ревность об инструментах проявления и исполнения своего предназначения и того смысла, зачем ты вообще находишься на земле. Аминь. Скажу вам, друзья, потому что на небесах уже не важно было, сколько ты исцелялся, или исцелился ты, или вообще не исцелился. Да это не важно будет вообще абсолютно. Неважно будет, как решили свои финансовые вопросы. Да неважно, вообще ничего не важно будет. Но останется важно, насколько ты реализовал свой смысл здесь, здесь на земле. Это будет ваше. С этим ты придешь на небо. Насколько ты исполнил волю здесь. Так Иисус сказал, что вы говорите, Господи, Господи, но и не исполняйте того, что говорил он. Не всякий, говорящий, Господи, в Одессе, в Одессе, в Божьем, но и исполняющий волю небесного Отца, но и исполняющий волю, волей желания. И поэтому, друзья, мы будем дорожить нашим временем, дорожить наше время, познавать его волю относительно, что Господь нам делает. Мы не просто для того, чтобы просто дрейфовать в этой жизни, дрейфовать. Исцеленные или неисцеленные, боль, болезнь, болезнь, не имеет значения. Имеет значение, насколько ты исполняешь его волю, насколько ты живешь предназначением, которое Бог признан начал тебя быть. И это играет в свою роль. Аминь. И поэтому все остальное, друзья, ведь уныние, депрессия, они все производят боль, немость, трудность, они производят болезни. Так же будет исцеляться и Фатиня, потому что у поэтницы, унылый дух, унылый дух, кушает кости. Исцеляется поэтница, боль уходит, выравнивается позвоночник, укрепляется диски, и кровообращение восстанавливается. Отец, спасибо за исцеление Фатиня. Аминь. Боль уходит. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Благодарим тебя. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты с нами, за то, что ты любишь нас, за то, что ты приготовил нам свою славу. Мы благодарим тебя, Господь, за то, что ты избрал нас. Быть на этом земле не случайно. Спасибо, Господь. В Салом 35, 36, 34 написано «Уповай на Господа и держись пути Его». Уповай на Господа и держись Его пути. У Него есть путь для тебя. У Него есть путь для тебя. Поверь. Он как сценарист, как программист, как автор творения. Он в начале и в конце, Он в настоящем и будущем. И у Него есть путь для тебя. Самый лучший. И, понимаете, друзья, мы часто считаем, что, знаете, как происходит мышление людей, мы ставим какие-то планы, ставим какие-то желания, стремления, и хотим просто видеть Бога как исполнителя своих желаний. Да? Но это не так, друзья. Хотя и сам Господь открылся и предложил себя нам реализовать, исполнить наши желания и просьбы. Но мы должны понимать, друзья, что Бог не джинь из бутылки. И это Творец. У Него есть путь для тебя. И на самом деле многие твои желания, мечты от Господа будут осуществляться. Когда? Когда ты будешь следовать Его пути. Однажды мне так Бог не сказал. Я когда-то молился о доме. Я живу в квартире. Все, слава Господу. Ну, мечтаю иметь собственный дом. Хороший дом. И я уже представлял, что в этом доме будет. Я хотел этого. На земле временное жилище. Но пока у нас есть желание, даже как пища, мы ходим в клубе еще такие и в этом. И мне Господь сказал однажды, как он у меня появится, когда я буду исполнять Его волю. Когда я буду следовать Его пути. Его пути, которые Он приготовил для меня. Я увижу в своей жизни много-много вещей, но разных реализаций. Это было вначале, когда я молился, «Отпой, веди меня, открывай меня». И потом позволил Ему проявляться через меня. И я увидел, как Бог мои желания, сердце нас всыщает. И однажды помню один важный такой, я уже рассказывал об этом, однажды я был уже верующим человеком. И я уже начал служение, молился за людей. Я помню, ну, я скажем так, моя работа вообще, она была очень, ну, не очень прибыльной, скажем так. И финансы, которые приходили в мою жизнь, они приходили ровно на сколько для того, чтобы купить еду и какой-то минимум, минимум для семьи, какой-то минимум для дома, коммунальный, все, не более того. В моем сердце, знаете, желание было видеть разные страны, разных людей, жить, молиться за всех людей в разных странах, ездить по странам. Ну, это нормальное текстовое желание, потому что земля большая, много очень прекрасных мест и много людей. Желание, когда ты живешь просто на одной улице, образно говоря, и дальше этой улице никуда не выезжаешь, то появляется так называемая ревность и такая вроде тоска даже появляется. И я помню, что однажды я шел по улице, в которой я ходил уже 40 лет, и я даже не особо не молился, я просто внутри себя размышлял, может ли Бог совершить мою жизнь не чудо так, что я поехал в разные страны, проповедовал там Евангелие, молился там за людей, может ли Бог совершить эту мою жизнь и там себе, ну как же я поеду? У меня денег на данный момент едва хватает для того, чтобы прокормить свою семью, своих детей, хотя и жена работала, но все равно финансово было незначительное, у меня не было такого бизнеса, не было такого, я просто своими руками трудился, что-то делал, и это приносило определенный результат, больше, чем я это делал, я не мог перепрыгнуть, я просто это в сердце, я даже не молился об этом, и, надеюсь, так просто сказал, я не услышал ничего от Господа, я просто внутри пожелал, чтобы такое было моим жизнью, и через некоторое время, даже через несколько месяцев уже быть, даже, ну, давайте так, через год, это я уже не помню сколько времени, но я помню, однажды я возвращался и очередного сужения, очередной страны, у меня было так, что я месяц по 4 самолетных переедов, по 5, по 4 в месяц, летал прямо уже в самолеты, как жить, начало, иногда в автобусе и в самолет летать, начало, настолько Бог меня использовал в разных странах, я помню, что ехал однажды из одной страны, Азербайджан, по-моему, да, я анализировал служение, которое провел, было много исцелений, я помню, что не все так просто получилось, не все так давало, было сложновато, у людей было свое мышление, я полностью как будто менял мышление людей, им было сложно это принять, и было немножко сложновато, даже молиться для них было сложновато, но тем не менее, чудеса происходили, я помню, там произошли такие чудеса, как известное чудо ложечки, открылся, я просто помолился за ложечку, и женщина повыла ее в глазу, и глаз открылся, просто такое чудо, одна женщина была опухоль в голове, я пять дней занималюся, она исчезла, и там много разного, там катаракты, глухон, позвоночники, целяли, но было немножко сложновато, и я помню, я ехал с этой страны, и размышлял, и говорю, Господи, почему так немного сложно, могло быть лучше, свое помазание во мне, и должно быть намного легче, и там много, много, ну как бы претензий, и вдруг я услышал от Господа слово, реально, он мне проговорил в сердце, он говорит, помнишь, однажды ты шел по этой улице, и ты просто свое пожелал, если бы Господь делал в моей жизни чудо, и я ездил бы по разным странам, и молился за людей, и говорит, Господи, ты пожелал это в своем сердце, но на самом деле это не для тебя, и ты не просто пытался меня в чем-то уговорить, знаете, как заставить сделать что-то, ты просто, ну, это было в моем сердце, я вложил это в твои желания, но ты шел за моим путем, ты избрал мой путь, ты уповал на меня, ты избрал путь, который я тебе предложил, путь служения, путь молиться за людей, и я делал то же не так, что ты начал ездить по разных странам, аллилуйя, друзья, я не имею, даже, я просто чудо было, как первый, кто меня пригласил, там, одну в Армению, у меня даже паспорта не было, паспорта, ну, загранпаспорта не было, мне, ну, надо было его делать, я думаю, зачем мне загранпаспорт, если у меня нет денег, куда-то едет, и мне люди говорят, мы тебе делаем загранпаспорт, мы тебе делаем то, мы тебе платим билеты, мы тебе там кто-то, только приедь, и, ну, делись этим опытом, служения, делись нами, я просто был и я и так началось мой новый новый сезон жизни настолько я начал ездить везде все да что я уже даже не способен был я работал еще продолжал работать там бог не сказал оставить а стал мне дело машине ты брал мой путь и поэтому я открываю для тебя новое и это было замечательное время друзья и поэтому писание говорит со мне 36 1 уповай на господа и держи пути я держался этого пути продолжая держаться путь и продолжает одежда еще больше открывай для меня какой путь который ты приготовил для меня я уповаю уповать это значит 2 даже все доверия все я доверяю тебе я знаю что если ты приготовил мне путь то в нем есть все для меня и исцеление и обеспечение и радость и реализация все в этом есть и семья и дети и жена все в держи пути его и он поднесет тебя чтобы ты наследовал землю и когда ты и когда будут истребляемые нечестивые ты увидишь понимаете друзья в этом все вознесет означает все и исцеление освобождение финансовый прорыв которых вы просите еще много 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 разных вещей прямо сейчас боль уходит голове а цель во имя господа христа все последствия операции уходят славе божьей исцеляет потому что и цели на христа это слово проникает ее тело и душевная связь с операцией с этим боли которых этого удаляя моментальном тяжести боль уходит вот целение пошло аллилуйя вот это важно друзья это важно для на держи и он поднесет тебя держись его слова крепко держись на ставление не оставляя храни его потому что она жизнь для тебя это притча 4 13 1 тема фильм 6 12 написано подвязайте добрым подвигом веры держись вечной жизни который ты призван и исповедовал доброе исповедание перед многими свидетелями держись вечной жизни вот общаясь со многими людьми видно определенные фокус направления их не вопрос их ожиданий и я вижу что в жизни многих людей есть определенные даже разочарование в том что они ищут и ожидают возможно это происходило не так как они думали или или то что ожидали и вы знаете что писание и что она читает она учит нас держаться вечной жизни вот это есть момент держаться вечной жизни понимаете в друзья ведь это ведь земля все равно закончится жизнь закончится но впереди нас вечную я дамы вот там на тебя вот просто проверял как только я думаю о вечность а думаю как я встречусь богом думаю как я буду жить там думаю это то оно мотивирует мне что-то делать сегодня на земле держаться его пути аминь подвязать держись петро тимофея 1 13 держись образца здравого учения которое ты слышал от меня с верой и любовью во христе иисусе держись образца здравого учения знаете друзья скажу что большинство людей и и даже те которые пишут просьбы сообщения на самом деле вы либо не знаете здравого учения христианства либо вы слышали о нем но не живете им почему потому что у этого учения есть сила сила учение христа есть сила помните сказал кто станет моим учеником будет следовать за мной познает истина на освободить учение христа есть сила сила которая способна и спасти наши души спасти и наши тела спасти наши жизни здравое учение держит здравое учение но из-за того что люди не держатся здравого учения а держатся каких-либо других учений они не реализуют и не используют то преимущество быть во христе ту славую силу которая наделена господом каждой из вас только потому что не делится здравого учения поэтому эмоциональный фон душевный фон зашкаливает больше чем духовный а духовный фон принижает а душевный рвет эмоции даже почему нету здравого учения и либо его не придерживаются поэтому писание говорит держись здравого учения которое было преподано аллилуйя спасибо тебе благодарю тебя держите исповедание неуклонно верен обещавший аллилуйя отец благодарю тебя спасибо тебе господь за это слово отец небесный я молю тебя чичан и я прошу тебя господь открой твою волю открой твои пути для каждого человека я знаю что многие люди они зациклены на на земных трудностей они зациклены на борьбе на на какой-то войне столкновение это просто заслуженно и не понимает смысла своего вообще существование некоторые видят мы тут просто тоже бы только исцелиться и выше а зачем пошел одного брата когда уйдет от тебя рак что ты будешь делать дальше что ты будешь делать дальше когда ты получишь исцеление что ты будешь делать дальше какой смысл твоего бытия существовать в этом есть исцеление дьявол использует человеческую уядвимость бесцельного проживания потому что вместе с этим приходит хаос а вера угощается отец я прошу тебя во имя иисуса христа я молюсь о каждом участнике этого эфира а все кто будет смотреть записи а всех и я прошу тебя отец драгоценный дух святой как написано послание коринфянам что мы получили дух благочесть для того чтобы нам открыло что открыто было что даровано нам дух святой пришел нас это не дух боятни не дух траха этот дух целомудрия благочесть чтобы открыл на что даровано нам драгоценный дух святой я прошу тебя во имя иисуса христа коснись сердце каждого человека коснись мысли каждого человека коснись души каждого человека и пусть каждый поймет смысл своего существования смысл своего предназначения в прямой общей воли чтобы мы были учениками иисуса христа чтобы мы следовали учения были светильниками божий но я прошу тебя также чтобы это открыл путь для каждого человека как он будет реализовывать свое посланничество деть на земле как он будет использовать те дары ту силу который ты власть который ты даровал ему деть на земле открой дух святой я молю тебя и прошу путь помазания мудрость открывая в каждом из нас смысл и предназначение я прошу тебя дух святой говори в сердце каждого человека говорим мышцы каждого человека пусть откроется смысл и предназначение жизни каждого человека день на земле во имя иисуса христа и я благодарю тебя господь мой бог мой спаситель я знаю что это придет укрепление и усиление веры я благодарю тебя я знаю что через это придет укрепление в силе твоей и славе и через это придет множество чудес изменений в жизни каждого человека только потому что открыли погнали его желали узнать путь который ты приготовил для них я благодарю тебя отец спасибо за пол люди которые узнали от господа они увидели смысл существования никогда не уйдут земли преждевременно учить откровения руки ни одна болезнь ни одно столкновение ни одно проявление дьявола не убьет и не уничтожит вас абсолютно никакая война никакие ракеты вы понимаете даже ракеты вот у нас сирены звучат летит ракета куда налетит может твой город летит может твой дом летит никто не знает это уже попадание было в живых дома очень много разрушена очень много города разрушены тоже не то что там дома города но я понимаю что есть смысл предназначение мое на земле и я не умру и я не уйду пока не я много раз летал самолетами и вы знаете я смотрел на людей которые там крестили там молились кто как может и было такое шоу так трясло и все люди уже страх и были приходили мысли а вдруг этот самолет не далеки трубки и меня утешал и упака его укрепляла мою веру то что есть смысл моего существования земле у меня есть предназначение на земле и я не уйду пока мое предназначение не выполнится на сто процентов отец я желаю я хочу этого держи меня в твоем слове держи меня в смысле моего бытия и если я отклонился из какой-то суеты или потерял цель моего существования моего понимания или переключил свое внимание на какие-то второстепенные неважные вещи я прошу тебя верни меня в твое слово верни меня в желание твои осуществить твою волю для меня на земле вери меня на твой путь я уповая доверяю тебе я принимаю решение держаться путей которые ты приготовил для меня помоги мне в этом дух святой помоги мне держаться в тех путях которые ты приготовил для меня потому что когда я иду по им путем в них ты приготовил все ресурсы для моего реализации а это и исцеление освобождение это финансирование погашение долгов это умножение славы и много много разных вещей люди которые вокруг меня столкновение служения терпи отец я благодарю тебя мой господь спасибо тебе благодарю тебе за это слово и прошу молюсь за каждого человека тут придет посещение мудрости откровения о том какое предназначение здесь на земле и какого смысл существования и покажи ту любовь которую ты проявил во имя иисуса христа и я благодарю тебя отец за то что я знаю что мы услышаны тобою мы услышаны господь спасибо тебя тебе спасибо тебе дороге ценный господь наш царь мы действительно это хотим мы этого хотим папа мы этого хотим и я этого хочу я знаю что со мной много людей солидарны и тоже этого хотят спасибо тебе благодарю тебя наш бог и наш царь спасибо тебе и сын спасибо аминь аминь слава горпода чувство это словом высвободил снова вот внутри держалась это и она вышла спасибо дух святого как всегда я приготовил одно свой духа совсем другое спасибо тебя те вы знаете друзья как однажды один сказал проповедник знаменитую фразу что самое богатое место на земле это кладбище это миллионы неиспользованных возможностей неиспользованных талантов миллион и миллиард поэтому мы не будем таковыми мы не уйдем земли просто без реализации того значения смысла который мы есть на земле еще раз хочу подчеркнуть люди духовно духовно это ходят ночи к верующим духовно дают уязвимы когда не теряя смысл его существование а там это духовно уедем он это не значит что бог но оставляет их нет они станут лично сами духовно уязвимы потому что это наша вера держи оружие твои твердого к подними четверо который угасит целую калу поэтому друзья будем возвращаться осознание понимания твои значимости какой смысл и почитайте писание посмотрите на многих героев описанных библии допустим мария мать паре мирям женщина девушка мирям ее предназначение заключалась в том чтобы родить сына и мать иисуса скажу они не описано что она мы не знаем селяла на я думаю да это учение иисуса она тоже служила исцеление она была одним из учеников у но не написали они кроме того что она просто он его предназначение а было послушной миреной прикопаны верующие и приняла от духа святого семя это ее было функция на земле и одна друзья что каждому из вас приготовлено но реально приготовлено предназначение в нем ведь потенциал осуществление ваших желаний и мечты многие ваши желания мечты господь рассматривает потому что он вложил вот этим желания мечты и когда мы держим все пути многие пути многие наши желания то что ну я увидел это на своему чеку и не только поездка страна еще много разных вещей очень как путь мило телба когда я держусь его пути я знаю чтобы он приготовил еще впереди для меня и для вас великая великая великую славу поэтому будем держаться его пути с этим будет приходить все остальное прилагать аминь слава господь отец спасибо аллилуйя я благодарю тебя господь я благодарю тебя за твою благую совершенную волю она и твоя воля от нас о том чтобы мы не погибли не умерли но жили во христе и чтобы наша вера в господа христа укреплялась и за дня в день и в этом плане есть исцеление когда кто-то получает исцеление это укрепляет его когда кто-то получает освобождение это укрепляет его и все это для того чтобы наши смысл наши в наше предназначение было реализовано деть на земле 226 спасибо тебе за все спасибо тебе за все благодарю тебя слава тебе спасибо тебе04 2 во имя иисуса христа прямо сейчас я утверждаю истину и вангелииzas это первое ваше жизнь я утверждаю благодать и исцеления и спасения могущественным именем это от ett а утверждаю и истину Евангелия Христа, о том, что вы ранами его исцелили. И я благодарю тебя, Отец, за это живое Слово, которое существует в небесах для каждого человека. И мы, уверовавшие и принявшие Христа, мы вошли в Его Царство, и мы вошли в Его Слово, и Слово Божие начало действовать в нашей жизни. И мы принимаем это Слово исцеления, мы принимаем это Слово свобода и освобождения для наших душ и нашего тела, и утверждаем это как модель человеческих телах. Пророческим голосом, пророческим словом мы право оглашаем и пророчествуем, говорим Слово Божие и в тело каждого человека. Во имя Господа Христа, тело, будь исцелено. И именем Господа Христа, повелевая всем клеткам, всем атомам, выравниться и формироваться в свое правильное устройство, которое Отец запланировал и совершил еще в Адаме и Еве. Во имя Господа Иисуса Христа я провозглашаю Божие устройства властью Сына Божьего и именем Господа Христа. Прямо сейчас повелеваю все, что не соответствует Божьему устройству, все, что не соответствует гармонии, которую Отец сотворил для нас через Господа Христа, выйти удаляется, удаляются шишки, удаляются опухоли, удаляются липомы, жировики, наросты. Удаляется прямо сейчас изъяна из тела, всякое повреждение костя, суставов уходит во имя Господа Христа. Прямо сейчас власть Сына Божьего повелевая лимфа системе очиститься и исцелиться, лимфоузлам рассосаться и исчезнуть. И именем Господа Христа приказывают диабету и духу, который стоит за этим, выйти вон, через кашель дыхания выйти вон. И именем Господа Христа прямо сейчас сахар крови опускается в норму и больше не повышается. Перезагрузка. 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 Славе Божьей. Прямо сейчас идет исцеление, идет освобождение. Отец, я благодарю Тебя за исцеление сосудов, исцеление сердца. Благодарю Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа восстанавливается постоянное кровообращение. Всякая закупорка уходит. Сатурация в крови поднимается в норму. Во имя Господа Христа закупорки в сосудах рассасываются и исчезают. По имя Иисуса Христа головокружение уходит, немощь уходит, исцеление идет. Говорю именем Иисуса всякий дух нечистый, стоящий за болезнью немощью. И изгоняю Тебя именем Господа Христа. Жить Божий течет. Огонь Божий идет. Каждому человеку. Аллилуйя. Вы знаете, мне сейчас Дух Святой побуждает. И я обращаюсь сейчас к людям, которые еще не молились, приглашая Иисуса в свою жизнь. Мы сегодня, вы слышали меня о предназначении. И вы начали размышлять и думать, каково же мое предназначение на земле. Вы знаете, первое, что я хочу вам сказать, это о том, чтобы вы соединились с Господом. Это смысл вашего, один из первых важных шагов, осознание смысла своего действия на земле нахождения, это избрать Господом, своим спасителем, принять его любовь и соединиться вместе с ним. Соединение с Богом происходит через молитву. Простую молитву. Но сила этой молитвы заключается в том, что это исходит из нашего сердца, из нашего желания, из жертвы, чтобы так происходило. Поэтому я обращаюсь сейчас к людям, которые еще не приняли Христа в свое сердце, которые не родились выше и заново. Я предлагаю вам, вместе со мной помолиться этой короткой молитвой. Просто закройте глаза, представьте, что вы стоите перед Богом и обращаетесь к Нему. Повторите за мной. Отец, Отец Небесный, Бог, сотворивший небо и землю. Я прихожу к тебе, такой, как я. Я прихожу к тебе, к моим жизням, к моим ситуациям. И я прошу тебя, прости меня за то, что я не искал тебя, за то, что не познавал, а жил просто по своему разумению. Отец, я благодарю тебя, что ты полюбил меня. И доказал это на кресте, когда Иисус умирал на кресте вместо меня. Я прошу тебя, Отец Небесный, открой мне Своё Царство, открой мне Свою Любовь. Коснись меня, поселись в моём сердце и будь моим Богом. Я признаю Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и Своим Царём. Я верю, Он взял на Себя мой грех, мою вину, Он взял на Себя моё проклятие. И когда Он воскрес, вместе с Ним воскрес и я, и прямо сейчас, вместе с Ним я воскресаю к жизни вечной. Я принимаю дар вечной жизни. Я принимаю дар спасения. И прошу тебя, дорогой Отец, открой мне смысл моего бытия. Открой мне то, что Ты приготовил для меня и путь, который Ты приготовил для меня. И я благодарю Тебя, что Ты услышал меня и коснулся меня. И я благодарю Тебя, и я знаю, что Твоя воля самая лучшая для меня. Прошу Тебя, коснись меня, моей души, моего тела. И пусть та благодать, которую Ты приготовил для меня, она проявится в моей жизни. Спасибо, Господь. Научи меня Твоим путям. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мне Дух Святой сказал сейчас, что в наш эфир смотрят определенное количество людей, которые еще не пришли к соединению с ГОП. Через эту молитву Господь в ваше сердце стал жить внутри вас. Через это, я даже знаю, как сейчас вы чувствуете мощное движение, как волна прошла внутри вас. И многие, некоторые люди получили исцеление буквально сейчас. Просто повторяете слова. Я это вижу сейчас и слушаю от Господа. Я говорю вам, благую вещь в вашей жизни изменится. Вы увидите невероятную, сверхъестественную жизнь Господом и откроется для вас, чтобы Бог приготовил для вас свою славу. Держитесь его в пути. Держитесь в наставлении. Погнавайте его, ищите его. Открывайте его со всеми святыми. Спасибо тебе, Господь. Слава тебе, Господь. И хвала. Була, отгадарю тебя. Господь, спасибо тебе. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Иисус. Наш Царь. Нас Спаситель. Аминь. Мне Дух Святой показывает, что сейчас, как некий духовный груз, сошел с плеч и со спины многих. Некоторые люди получили сейчас исцеление в шее и плечах. Головные боли ушли, и тяжесть в затылку ушла. Нам в ногах стало легче. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя за эту любовь и милотерие. А тебе путь благодать твоя проявится в жизни всех. И я пророчествую, что на каждое ваше сообщение, на каждую вашу просьбу, которую вы пишете, есть ответ у Господа. Исполнено. Исполнено. Вы писали это с верой. Вы писали это с ожиданием. Вы смотрели на Господа. И Господь дарует вам свой ответ. Господь дарует вам выход в эти ситуации. И я пророчествую в вашей жизни, Царство Христа. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Иисус. Благодарю тебя, Великий Святой Господь. Прямо сейчас уходит страх, уходит немощь, уходит испуг. Уходит переживание, страх. Уходит тревога. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Иисус. За ту славу, которую ты приготовил. Пусть буквально с этого эфира начнут открываться Божья воля для каждого человека. Открываться. Веди Дух Святой. Направляй нас к правильным путям. Пусть придут предложения. Пусть придут определенные слова действия. Пусть твоя воля осуществится во имя Господа Иисуса Христа. Отец, я благодарю тебя, что вместе с этим приходят и финансы, приходит обеспечение, приходит погашение долгов, кредитов. Через это приходит исцеление. Приходит изменение в мыслях. Изменение в эмоциях. Душа очищается. Всякое скверное, которое пришло через непонимание, которое пришло через хаос мыслях. Но когда приходит от Господа откровение, то приходит прорыв. Спасибо тебе, Отец. Благодарю тебя, наш Бог и наш дарь. Спасибо тебе, Иисус. Я пророчествую, провозглашаю для каждого из вас ответ от Господа. Открытые двери от Господа. Во имя Иисуса Христа вы все, вы все в этом эфире. Я пророчествую. Это в моем сердце. И Дух Святой говорит про реки. Он мне говорит про реки. Про реки. Кажи слово. И я высвобождаю это пророчество. Вы все познаете свой смысл. О, Господь. Вам всем откроется путь от Господа. Вы увидите свое предназначение. От Господа. Здесь на земле. В вашей семье. В вашей стране. Там месте, где вы живете. Или по всему лесу земли. Во имя Господа Иисуса Христа. Я благодарю тебя, Отец. Наш царь и наш спасительный Иисус. За спасение, которое пришло от тебя. Слава тебе и хвала. Во имя Иисуса Христа. Сейчас приходит исцеление. Приходит освобождение. Приходит финансовый прорыв. Боли уходят. Колени перестают болеть. Во имя Иисуса Христа. Икроножные части мыши исцеляются. Исцеляется сердце. Исцеляется легкие. От туберкулеза и воспаления. От действия ковида. Исцеляется печень. И вдутие печени уходит. Исцеляется позвоночек. Удаляется протрузии. И грыжи протрузии. Рассасываются и уходят. Прямо сейчас. А не менее в руках, пальцы уходят. Полиартрит удаляется. Пальцы выравниваются. Конечность исцеляется. Прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Господь за исцеление. Исцеление в локтевых суставах. Плечевых идет. Ухо открывается. Спасибо тебе Господь. Благодарю тебя. На прошлом служении у нескольких людей правое ухо открылось. Чудо произошло. Аллилуйя. Спасибо тебе. Благодарю тебя за твое прикосновение и исцеление. Спасибо тебе. Во имя Иисуса Христа. Все последствия переживания, нервные системы уходят. Исцеляется кишечник и поджелудочная. Боль в животе уходит. Дух немощи, скверно, страха уходят. Благодарю тебя, Отец. Жить течет. Полипы рассасываются и исчезают. Язвы затягиваются. Диабет уходит. Панкреатит, кастрит удаляется. Исцеляется. И восстанавливается аппетит. Исцеляется аппестат. Ощезание, обоняние восстанавливается. Во имя Иисуса Христа. Температура тела. Он приходит в норму, и жар уходит. Печень исцеляется. У всех, и у Дениса. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты любишь нас. За то, что ты исцеляешь. Дмитрий Кушнин. Это канал. Молитвенный канал. Христианский молитвенный канал. Где мы размышляем над Богом Божьим. И молимся об исцелении. И мы видим, как Бог совершает чудеса исцеления здесь. Просто в этом канале. Серьез естественно. Господь касается людей. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Иисус. Благодарю тебя за чудеса, которые ты приготовил для нас. Ты везде сущий и всемогущий. Ты везде, во всем и всюду. И мы благодарим тебя, Господь, что ты слышишь наше желание сердца. Мы благодарим тебя за то, что ты слышишь и видишь наши нуды. И на наше желание ты приходишь и приносишь ответ. На нашу молитву веры приходит исцеление. И как написано, что свяжете на земле, вы связаны на небе. Мы утверждаем прямо сейчас исцеление и свободу в теле каждого человека. Боль в пенеоюле прекращается и уходит. Дух нечистый, а оставляет ее и уходит. Спасибо тебе, Отец. Благодарю тебя. Проблема в шее начинает уходить. Астрахандроз уходит. Накопление хохолки исчезает. Хребет исцеляется. Благодарю тебя, Отец. Наш Бог. Нараз на ноги исчезает. Слава тебе, Господь, и хвала. Я благодарю тебя за чудотворение, которое происходит сейчас. В теле тех, кто нуждается в этом. Замена костей. Замена хрящей. Замена органов. Во имя Иисуса Христа. Благодаря тебя, Господь, за твою благодать и милость. Спасибо, Отец. Спасибо, Иисус. Во имя Господа Христа. Мир Божий наполняет. Сила Божия касается вас. Все паразиты уходят. Папиломы засыхают и отпадают. Фибромы исчезают. Миома засыхает и выходит. Маточный орган поднимается и встает на свое место. Во имя Господа Иисуса Христа. Прямо сейчас я провозглашаю благодать чадородия. Я высвобождаю силу на принятие семени женщинам, которые были битвозны. Во имя Господа Иисуса Христа. Прямо сейчас жар входит в их тела. Сила Божия наполняет их. Исцеляет их женские органы. Во имя Господа Христа. То, что раньше говорили невозможно, Бог говорит возможно. Очищайте трубы. Восстанавливайтесь и ищите. Во имя Иисуса Христа. Семя приходит. Сила принятия семени возрастает. Благословляю имя Господа Христа. Прямо сейчас женские заболевания исчезают. Щитовидка исцеляется. И гормоны приходят в норму. Прямо сейчас провозглашает чудо исцеления. Ормональному входу. Во имя Иисуса Христа. Грыжи паховые, пуповые, втягиваются и исчезают. Дух Святого, спасибо. Грыжи позвоночника исчезают. Неврология уходит. Варикотное расширение прекращается. И шишки растасываются. Сосуды исцеляются на ногах. Исцеляется десна. Паразонтоз уходит. Укрепляются корни зубов. И зубы появляется новая эмаль. Сильная молочная эмаль. Во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю чудотворение и исцеление зубов. Наполнение зубов эмалью. Во имя Господа Христа. Воспаление уходит. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас давление на мочевую систему. И аномалия работы мочевой системы исчезает. Камни дробятся и выходят. Воспалительный процесс прекращается. Идет исцеление от Господа. Страх, беспокойство уходит. Напряжение уходит. Во имя Иисуса Христа. Освобождается мочевой пузырь. И давление на него прекращается. Инфекция бактерий. Удаляется силы Духа Святого. Благодарю тебя Господа. За чудеса исцеления. Шум в ушах уходит. Звон уходит. Исцеляются почки и надпочечники. Исцеление в глазах. Очищаются глаза. Освобождаются носовые полости. Прямо сейчас. Пазухи очищаются. И дыхательные каналы носоглотки исцеляются. Во имя Иисуса Христа. Отеки рассасываются и уходят. Прямо сейчас отеки уходят с ног, тела, с рук. Отек уходит. Спасибо тебе Иисус. Благодарю тебя за это чудо, которое ты совершаешь. Спасибо Иисусу. Властью, ты на Божье разрушается рак и онкология. Очищение и исцеление. Очищение. Спасибо тебе. Спасибо Иисусу. Благодарю тебя. Аминь. Хорошо, друзья. Слава Господу. Слава Господу. У нас уже почти два часа идет эфир. Мы заканчиваем наше служение. Если вы во время этого получили исцеление, у вас ушла боль, ушла немощь. Если что-то произошло, вы чувствовали Божие косновения к вам, опишите и засвидетельствуйте о славе Божьей, которую вы испытали во время сегодняшнего эфира. Если у вас есть свидетельства прошлых эфиров, также, друзья, напишите об этом. Особенно прошлого. На прошлом эфире произошел целый ряд чудес, исцелений, несколько глухих ушей открылось. И еще там происходили многие исцеления, друзья. Поэтому пишите свидетельства. Путь имя Господа будет прославлено. Аллилуйя. Спасибо, Отец. Спасибо, Иисус. Спасибо за все чудеса. Слава Тебе и Хвала. Спасибо, Господь. Спасибо, драгоценный Господь. Слава Тебе и Хвала. Слава Тебе и Хвала. Слава Тебе и Хвала. Благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. Срод удаляется от терраславы печени и исцеляется. Отец. Благодарю Тебя. Вера начинает учить немецкий быт. Щитовидка Ирины очистилась и исцелилась. Или напишет свидетельство. Дух Тебе и Хвала начинаешь от головы окружения идти. Это Божий слава. Богославляет дорогу Владиславу во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Иисус Христа. Друзья, если у вас есть свидетельство, пишите об этом. Я знаю, что так почт завершал исцеление сегодня. Холлилуйя. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Иисус. Спасибо, Дух Святой. Я благодарю Тебя. Произошло исцеление от неправильного кровяного давления. Спасибо, Иисус. Головная боль у Зои и у Хвои. У Ларисы. Во имя Иисуса Христа Лариса исцеляется. Хотя пишет Зои Василия. Ага. Исцелились ноги. Боль ушла от Светланы. Слава Господу. Уходят они от неменим пальцем. Спасибо Тебе, Иисус. Влачу Ты на Божию. Приказываю от неменим выйти из Галины и Ани. Все последствия ковида уходят. Кровоток нормализуется. Ани меня выйдет вон. Паралич. Выйдет во имя Иисуса Христа. Спасибо, Дух Святой. Благодарю. Отец, пусть придет понимание к матери Люси о служении во имя Господа Христа. Пусть будет понимание, что Бог хранит и защищает. Спасибо Тебе, Иисус. Слава Господу. Слава Господу. Спасибо, Господи. Наш царь, наш Бог, наш спаситель. Слава Тебе. Во имя Иисуса Христа. Исцеляется поясничная, поясничная Дева Надежды. Боль уходит в пояснице. Диски исцеляются. Чудотворение новых дисков. Спасибо, Тебе, драгоценный Господь. Свидетельство Ютубы, царь Накуль, что молились за исцеление ног и было слово знание, по которому точно сказал причину. И болишь вас. Слава Господу. Дух считает спасибо. Спасибо, Иисус. Слава Господу, друзья. Слава Господу. Бог великий. Бог славный. Друзья, ставьте лайки. В нашем эфире сейчас около почти 238 человек. Друзья, ставьте лайки, Иисус. Я не ищу себе славы. Мне она не нужна. Я ищу славы нашему Богу. Как-то это способствует на распространение эфира. Поэтому ставьте лайки, Иисусу Христу. Не мне, а Иисусу. Пусть Его имя будет прославлено. И делитесь эфиром. Дух Святой, спасибо. Благодарю Тебя. Наш тарь и наш Бог. Спасибо Тебе, Отец. Кандидос разрушается и удаляется от Татьяны. Грибок засыхает и исчезает. Спасибо, Отец. Я соглашаюсь и поддерживаю Вашими пророческими словами, молитвами. Кто-то исцеляется, освобождается. Во имя это так и будет. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Освобождается Левон от ковида. Виктория и Лева, Левон исцеляется. Ковид уходит. Передок. Спасибо, Иисус. Позвоночник Елены очищается и исцеляется. Во имя Господа Христа. Здесь, естественно, исцеляется нога Люды. Все последствия перелома исчезают. Полностью становится целостной. Я возвращаю во времени до травмы. И полностью появляется ощущение, симптомы ноги. И устроится ноги как до травмы. Вот, исцеление идет. Слава Господу. И Люда, буквально сейчас напишите, что сейчас происходит. Я увидел, как слава вас поведения, как ваша нога исцеляется. Как онемение пошло по ноге. Онемение начало что-то происходить. Слава Господу. Елена, посилена, стойте в обетовании, что всякий язык, который будет статизаться на суде, проиграет. Ушла боль из живота у Елены. Спасибо, Иисус. Аллилуйя. Слава Господу. Спасибо. Спасибо. Дух летов. Это же нами. Спасибо, Господь. Гвоза Абдюса Меда исцеляет. Зрение укрепляется. Легкие бронхи Ярослава очищает. Сосуды Михаила исцеляет. Слава Господа. Галина свидетельствует, что ушла боль и тяжесть затылки. Что правый глаз очищается. Отлопнувшись сосудом. Во имя Господа Христа. Чудотворение нового права благо. Мутность уходит. Появляются новые кровяные сосуды. Спасибо, Отец. Спасибо, Иисус. Благодарю Тебя. Слава Богу. Слава Богу. Дух Святой, благодарим Тебя. Аллилуйя. Абдюса Мат. Я выяснил. Не важно. Но. Слава Богу. Вышел к нему. Хорошо, друзья. Слава Иисусу Христу. Слава Богу. Спасибо, Отец, за каждое чудо исцеления. Отец, по имени Туда Христа, Казь Дмитрия. Дух Святой наполнил. Пусть все последствия физического расстройства исчезают. Пусть укрепятся его нервные кончания. И исцеления и теми же кита проведут. Наполнил миром и покоем. Пусть радость идет. Спасибо, Иисус. Петница октана исцеляется. И боль уходит. Жить ищет теле. Дух Святой, спасибо. Благодарю Тебя. Спасибо, Иисус. Спасибо, Дух Святой. И с помощью исцеляются сосуды Светланы. Свобода. Елена Рандрова освобождается, воскресает. Дух тьмы и угнетения. Выйдет вон. Дух немощи. Почек. Прямо сейчас почки начинают работать. Как сотворил их Господь. Камни рассасываются и уходят. Песок исчезает. Исцеляются почки Елены во имя. И так. Амин. Хорошо, друзья. Слава Господу. Наш эфир закончился. Благодарю вас за участие. Благодарим Господа за все чудеса исцеления, которые сегодня произошли. Вся слава Иисусу Христу. Вся слава Господу Христу. И да будет его имя прославлено вовеки. Амин. Хорошо, друзья. Я верю, что после этого эфира ваши молитвы изменятся. Ваше понимание изменится. И вы будете открывать еще одну грань Царства Божьего, которое пришло в вашу жизнь. Амин. Во имя Исуса Христа. Сестра по имени Сестра исцеляется от рака желудка. Да тебе надо писать имена. Я так понял, Саша, у вашей сестры имя сестра. Во имя Исуса Христа рак удаляется от желудка. Освободается передок. Спасибо. Ущемление в бедре и онемение уходит от ларицы. Прямо сейчас сила Божья вытягивает в равенном чудотворении. Но вы шейки в бедрах маска появляется. Боли уходит. Спасибо тебе, Отец. Спасибо Иисус. Аллилуйя. Хорошо. Я миром Божьим путь да путь проявить свою славу в вашей жизни. Следующий эфир у нас будет в пятницу. И будем говорить, продолжать о дарах духовных, об иных языках. И, конечно же, будет крещение. Будем размышлять над этим. Хорошо. Хорошо, друзья. Всем с миром Божьим. Если кто хочет поддержать наше служение, есть описаны реквизиты, знайте, что дающий получает. Давайте и даться вам. Бог не лицеприятен. Что человек сеет, он жнет. Если мы сеем любовь, радость, веру в Него, мы видим воздаяние от Него. Слава Господу. Пусть Господь обильно, обильно проявит свою славу в вас. Я пророчествую, что ваши финансовые ситуации восполнены, ваши нужды восполнены Христом и восполняются во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, друзья. Всем миром Божьим. С Господом. Халявуя. Хаббат, надо писать имя. Неотлечимо больной, инвалид первой группы. Их может быть миллиард человек. Конкретно. Имя и какой диагноз. Помолитесь за парня. Ничего не помнит. Имя. Таких парней тысяча. Господь, я благодарю тебя, что ты знаешь, о ком речь идет исцеление. Спасибо. Слава тебе. Хлава. Спасибо, Дух Святой. Аллилуйя. Отвобождается Хаббат от немощи. И имени Господа приказывает туберкулённые паночки засохнуть. Лёгкие очистишь. Дух немощи выйдет. Дух колдовства и магии выйдет из Хаббата. Исцеляется, освобождается. Лёгкие. Туберкулён исчезает. Лёгкие там зачистили. Свободны. Дырки в лёгких затягиваются. Исцеление. Аминь. Вот пошла сила Божья в вас. Хорошо, друзья. Слава Господу. Всё, мы заканчиваем. До следующих эфиров. Господа. Господа. Слава花. П –